Мост Понте-Ветье. Сохранился с 14 века. С утра пошли в галерею Уфицы. На сайте музея забукировали посещение галереи на 8 утра. Хорошо идти в музей с утра. Мало народу. Невозможно не обратить внимание на эти скульптуры, посвященном великим людям. В галерею Уфицы рекомендую ходить налегке. Рюкзаки с собой не брать и селфи-палки тоже. Правила прохода в галерею такие же как и в аэропорту. Даже большие бутылки с водой нельзя проносить. Правила можно прочитать на сайте галереи. Ссылка будет под видео. И QR-код на экране. Получили билеты. Идем в галерею. Начинаем осмотр с верхнего этажа. Снимать видео тоже нельзя. Можно только фотографировать. Но без вспышки. Все картины и скульптуры снять не получится. Какие картины меня впечатляют, на тех и остановлюсь. Мадонна Анисанти. Около 1310 года. Джота. Фиваида. Картина доминиканского монаха. Фра Анджелико. Знаменитый парный профильный портрет периода раннего итальянского возрождения. Работы Пьеро Делла Франческо. Изображающие герцога Урбинского и его жену. Битва при Сан-Романо. Картины итальянского художника раннего возрождения Паула Учелла. Данте Алигьери. Алтарь со святыми Викентием, Иаковом и Евстахием. 1468 год. Автор Антонио Дель Палайоло. Богословские добродетели. Вера, надежда и благотворительность. И основные добродетели. Стойкость, благоразумие, справедливость, умеренность. Работы Палайоло. И одна из них, стойкость, или сила, работа Боттичелли. Слева направо. Стойкость, умеренность, вера, благотворительность, надежда, справедливость, благоразумие. Загадочная картина Боттичелли. Весна. Рождение Венеры. Клевета. На этой картине Сандра Боттичелли хотелось бы остановиться подольше. Ее сюжет прост и аллегоричен. Сидящему на троне царю Мидасу. Шепчут в его ослиные уши две фигуры. Аллегорические изображения невежества и подозрения. Клевета. Красивая девушка с обличием невинности. И ее подстрекатель зависть волокут к царю обвиняемого. Возле клеветы ее спутницы. Коварство и обман, поддерживающие ее и возвеличивающие. В отдалении художник изображает фигуры раскаяния. Одетый в траурные одежды старухи. И обнаженной истины смотрящей ввысь. Алтарь святого Варнавы. Сандра Боттичелли. Алтарь Портенари. Алтарный триптих работы нидерландского мастера Хуга Ван Дергуса. Трибуна. Что-то висит непотребное. Это комната 16 века. Задуманная Франческо I де Медичи. С античными скульптурами и картинами. Положила начало современным музеям. Фрески. Карта Тосканы. Остров Эльба. Несение креста. Питер Брейгель младший. Персей спасает Андромеду. Пьера Ди Козима. Поклонение волков. Леонардо де Винчи. Незавершенное. Поклонение. И Благовещение. Мадонна с щеглом. Рафаэль Санти. Святое семейство. Или Мадонна Дони. Микеланджело. Введение святого Бернара со святыми Бенедиктом и Иоанном Евангелистом. Кисти Фра Бартоломеа. Пока стояли и ждали открытия музея. Наблюдали интересную картину. На велосипеде приехала женщина. Не молодая, но стройная. В изящном брючном костюме. С высокими каблуками. Около 10 сантиметров. Тут много людей стараются ездить на работу на велосипедах. Но что бы на таких каблуках. И на велосипеде. Такого я еще не видела. Явно непростая работница музея. Жаль, что не успели заснять на камеру. Скульптура пана и юноши Дафниса. Лаокаон и его сыновья. Скульптурная группа, изображающая смертельную борьбу жреца Лаокаона и его сыновей со змеями. Нужно сделать перерыв на кофе. Пойдем дальше. Галерея автопортретов. Рембрандт. Рубенс. Ван Дэйк. Четыре философа. Работа Рубенса. И еще другие. Канова. Дилак Руа. Филиппо Балби. Раймондо Забали. Филичи Чероти Бадук. Филичи Карена. Фрэзи Меркури. Нет, это Франц Фон Штук. И еще много разных. Вид из окна. Доса Досия, Геркулес и Амфала. Аллегория колдовства. Вифлеемское избиение младенцев. Даниэль Ирич Яриле. Битва при Мантимурло и похищении Данимеда. Джованни Батисто Франко. Снятие Христа с креста. Франческо Убертини. Вид из окна. Вид из окна галереи на фасад галереи. Мне очень понравился портрет юной Марии Медичи. Кисти Аньола Бронзина. Портрет Козима Первого в доспехах. Лоренцо и Козима Старший. Александра Медичи. Пейзаж с шахтами. Ферри Меддаблиса. Падение мятежных ангелов. Андреа Камуди. Венера Урбинская. Катерина Карнара в образе святой Екатерины Александрийской. Кисти Тициана. Эсфири Артаксеркс. Картина Веронеза. Юдив, убивающая Алаферна. Артемизия Джентилески. Артемизия Джентилески. Это первая женщина, избранная в члены Академии живописного искусства во Флоренции в 17 веке. Первой художественной Академии Европы. Давид с головой Голиафа. Кисти Гвидоренни. Соломея с головой Иоанна Крестителя. Работа Батистела. Жертвоприношение Исаака. Караваджо. Щит с изображением Медузы Гаргоны. Караваджо. Потрясает. А эта девушка фотографируется на фоне щита, видимо сравнивая свою прическу, с прической Медузы Гаргоны. Вакх. Кисти Караваджо. Нравятся мне картины Караваджо. Хотя при жизни он был еще и преступник, убивший двух людей. Портрет императора Карла Пятого. Работы Ван Дейка. Портрет старика. Рембрандта. Козима второй с Марией Мадаленой Австрийской. И Фердинанда вторым. Автор Юстус Сустерманс. Оказалось, в музее мы провели более трех часов. Пора уходить. Как всегда на выходе из музея, магазин сувениров. Субтитры создавал DimaTorzok Надо посидеть покурить, прийти в себя от увиденного. Выходим на площадь Синьярии. Как здесь таксисты терпеливо проезжают на площадь. За скульптурой Геркулеса, с дубиной. Можно увидеть плоский камень в стене с нацарапанным человеческим профилем. По преданию, Микеланджело поспорил, что сможет высечь портрет преступника, которого собирались вешать на площади, повернувшись к изображению спиной. Великолепная копия скульптуры Давида. Эталон мужской красоты. Работы каменщика Микеланджело. В те далекие времена, на рубеже 15-16 века, не было еще понятия – скульптор. Их всех называли каменщиками, а художников – малярами. В основном, на площади установлены великолепные копии скульптур. Оригинальные скульптуры Бенвенута Челлини. Персей с головой медузы. К сожалению, во время нашего визита, многие скульптуры – на лоджии ланцы, были обернуты пленкой. Реставрируют, приводят в порядок. Фонтан Нептуна. Фонтан Нептуна. Фонтан Нептуна. Фонтан Нептуна. Фонтан Нептуна. На другой стороне стены палаца Векия, можно воды напиться совершенно бесплатно. Нажимаешь правую кнопку – течет простая питьевая вода. Нажимаешь левую кнопку – течет газированная. Помните про это, находясь во Флоренции, на площади Синьярии. Жаль, кнопки с пивом нет. Удалось зайти во внутренний дворик. Палаца Векия. Красота. В центре дворика находится изящный фонтан работы Вероки с крылатым амуром, держащим в руках рыбу. Синьярия. 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 Срочно надо поесть и выпить пиво. Было жарко в эти дни, и мне больше хотелось холодного пива, чем вина. Надо возвращаться в апартаменты, отдохнуть, а вечером погулять снова. Не спеша возвращаемся. Индейцы везде. Старые кольца, для привязывания коней. А сюда факелы вставляли для освещения. Не очень довольная полицейская мадам, что ее снимают. ПЕСНЯ Лев держит в пасти откушенную голову. Мне нравится такое уличное искусство. ЖАРЕНЫЙ КАБАНЧИК ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. А потом для фонтана придумали такой ритуал. Если положить монетку зверю под язык, а затем отпустить ее, то она выскользнет под его копыта в место, где расположена решетка для стока воды. Если монетка проскользнет в ее узкие щели, то загаданное вами желание непременно сбудется. Ну а если мимо, значит не судьба. Еще ритуал полагает потереть нос кабана. Последняя часть ритуала связана со следующим событием, произошедшим во Флоренции. Однажды в город вбежал дикий свирепый кабан. Испуганные жители попрятались по своим домам. Лишь один маленький мальчик смело подошел к грозному животному и погладил его по рылу. Зверь присмирел, успокоился и убежал из города. Лишь один маленький мальчик смело подошел к грозному и погладил его по рылу. Лишь один маленький мальчик смело подошел к грозному и погладил его по рылу. Лишь один маленький мальчик смело подошел к грозному вставочку. По сов nerve Sonурный мир попрятались по года. Трест buttались по богатилу в horsträде. Полагается мне его по рылу. Для меня нет! Лишь один маленький мальчик смело подошел к громаднюulan остан. Субтитры сделал DimaTorzok